РБК Региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Сегодня депутаты госсобрания Башкортостана нового седьмого созыва провели рабочее совещание, в ходе которого обсудили ряд организационных вопросов. По сравнению с шестым созывом состав парламента обновился на 60%. Изменился и численный состав фракций. Свои позиции усилила «Единая Россия». Ее приверженцы получили 89 депутатских мандатов. Напомню, что по результатам голосования в парламент прошли представители шести партий, но только четыре из них преодолели 5-процентный барьер. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Партии «Зеленые» и «Новые люди» имеют в госсобрании по одному представителю. Их избрали по одномандатным округам. Еще в начальном этапе, конечно, очень важно, чтобы быстрее наши депутаты осваивали содержание своего нового статуса депутатского. Знали свои полномочия, права, обязанности, свою ответственность. Я вам скажу, что 64 и 110 – это «Новые депутаты». И предстоит определенная работа по быстрейшей адаптации к новым условиям своей жизни. Новый депутатский корпус представлен руководителями предприятий, представителями малого и среднего бизнеса, работниками здравоохранения, образования, строительства, а также спортсмены, общественные деятели. Однако большая часть депутатов – это представители промышленной сферы. Лоббировать интересы бизнеса в масштабном плане – это не основная задача депутата. Поддерживать интересы избирателей, решать текущие вопросы, связанные с специальной военной операцией, связанные с помощью, связанные с разбитием районов – это, наверное, основная задача. А инициатив их всегда много. Они приходят в процессе, и я надеюсь продолжить свою работу либо в Аграрном комитете, либо в Комитете по промышленности. Первое заседание Госсобрания Республики 7-го САЗЭВа состоится 5 октября. Депутаты изберут председателей, его заместителей, руководителей комитетов и их заместителей. На пост спикера парламента «Единая Россия» выдвигает Константина Толкачева, который занимает эту должность с 1999 года. К другим темам. Цены на топливо в Башкортостане и по всей стране продолжают расти. За неделю все виды бензина в республике подорожали в среднем на 27 копеек. С 51 рубля 83 копеек до 52 рублей 10 копеек за литр, сообщили в Росстате. Стоимость АИ-92 поднялась на 49 рублей 53 копейки за литр. АИ-95 до 53 рублей 33 копеек. Литр АИ-98 теперь обойдется в 65 рублей 52 копейки. Дизельного топлива в 61 рубль 2 копейки. При этом автомобильное топливо в Башкортостане остается одним из самых дешевых в Приволжском федеральном округе. Ниже цены регистрируются только в Татарстане. В свою очередь средние цены на бензин в ПФО тоже самые низкие в России. Самый дорогой бензин в регионах Северного Кавказа. Накануне Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Он напомнил, что временный запрет на экспорт горючего не помог остановить подорожание. Глава государства призвал оперативнее реагировать на происходящее на топливном рынке. В Башкортостане выявили более 100 объектов теплоснабжения, где требуется модернизация отопительного оборудования. Устаревшие образцы имеют низкую энергоэффективность, потенциальные риски аварии, а также требуют привлечения к работе дополнительного персонала. Так, по словам представителя энергосботовой компании Башкортостана Самата Якупова, две ранее убыточные котельные в Белорецке после модернизации смогут работать более эффективно. Техническое перевооружение позволило снизить себестоимость в среднем в полтора раза. В стоимостном выражении экономия составила 3,5 и 6 миллионов рублей в год. Сейчас подрядчик проводит модернизацию еще одной котельной в Белорецке. Выполнение технического перевооружения с установкой газовых котлов суммарной мощностью уже в 20 мегаватт. И как видите на слайде, срок выполнения работы у нас регламентирован 15 апреля 2024 года. То есть к этому времени мы надеемся полностью завершить данный проект. Вопросы энергосервисных контрактов обсудили в рамках деловой программы Российского энергетического форума. Масштабный отраслевой конгресс проходит в эти дни в Уфе. Событие объединило свыше 300 федеральных и региональных спикеров на специализированной выставке. Свои решения представили более 100 компаний из разных регионов России и зарубежья. В Башкортостане установили порядка 400 умных счетчиков, которые автоматически передают показания пользователю и ЖЭО. Это половина необходимого покрытия. Об этом заявил генеральный директор башкирской электросетевой компании Сергей Гурин в рамках Российского энергетического форума, который проходит в Уфе. Он отметил, что в прошлом году возникли проблемы с дефицитом комплектующих, что осложнило переход на интеллектуальную систему учета электроэнергии. На данный момент перебоев в поставках нет. В следующем году будет почти половина 400 приборов учета с умным учетом. В среднем, если у нас позволяют производители, тарифная компания, мы можем ставить порядка 40 тысяч приборов учета в год. То есть, таким математическим манипуляциям мы получаем, что для полного перехода к умному систему учета нам понадобится где-то 8-10 лет. Напомню, приборы умного учета позволяют передавать данные о расходе электроэнергии в автоматическом режиме напрямую в ресурсоснабжающие организации. Помимо дистанционного снятия и передачи показаний, интеллектуальная система может удаленно ограничить снабжение должников и помогает предотвратить случаи хищения электроэнергии. В новых домах умные счетчики ставят сразу, в рамках технологического присоединения. А действующие приборы в уже построенных многоэтажках заменяют по мере выхода из строя или истечения срока работы. Более 70% новых ипотечных кредитов выдаются россиянам, которые тратят на их покрытие больше половины дохода. Такие данные привел накануне Центробанк. Тенденция в Башкортостане схожа с общероссийской, отмечают эксперты. По словам директора Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизаветы Даниловой, в ипотечном портфеле доля суд таким клиентам уже составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и вторичном рынках, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50%. Отмечу, что Банк России ранее не раскрывал эту статистику, а приводил данные только по доле сверхзакредитованных заемщиков с ПДН выше 80%. Таким образом, наблюдается большее снижение качества выдаваемых суд в виде ипотек, чем в сегменте необеспеченных кредитов. Напомню, за апрель и июня российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на более чем 1 триллион 100 миллиардов рублей, а объем ипотечного портфеля по итогам квартала достиг 15 триллионов, следует из статистики регулятора. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. РБК.